Доброе утро, дорогие друзья! Напоминаю вам, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. И Елена Ермакова это я. Сегодня мы будем готовить вкусный завтрак. Это сырники. Берем пол килограмма сыра. Добавляем туда два яйца. И далее тщательно перемешиваем. Перемешиваем ложкой. И перемешиваем таким образом, чтобы яйцо и творог размешалось полностью. И была однообразная масса. Вот такая примерно, как я делаю. Сюда же мы добавляем щепотку соли. Соль дает все время вкус любому блюду. Поэтому чуточка соли не помешает нигде. Блюдо лучше раскроется и оно будет более вкусным. И сюда же мы добавляем сахар. Сахара я беру десертными ложками, считаю. Это будет 4 десертных ложки, полных с горкой. Большая горка, насколько держится сахар. Вот столько, 4 десертных ложки добавляем. И опять же тщательно перемешиваем ложкой. Перемешиваем так, чтобы сахар весь и была однообразная. Далее мы берем муку. Муку мы возьмем уже столовыми ложками будем мерять. Мы берем 5 с большой горкой столовых ложки. Вот и все подготовленная масса у нас. Мы сейчас хорошо его вымесим и будем жарить. В сырники я не добавляю больше ничего. Это только творог, соль немножко, чтобы раскрыть вкус, сахар и мука. Все это перемешиваю. Сейчас перемешиваю ложкой первоначально. А затем буду перемешивать. Лучше сделать это рукой. Потому что так как рукой лучше ничем не сделаешь. Никакими венчиками, никакими ложками. И рукой перемешиваем так, как мы тесто вымешиваем. Вот так вот тщательно вымешиваем творог с мукой. И затем будем лепить наши сырники. Получается вот такая вот у нас густая хорошая масса. Уготавливаем сковородку, зажигаем огонь и добавляем растительное масло для жарки. Вода у нас будет в отдельной мисочке. Это для того, чтобы смакивать руки. Лучше будут формироваться наши сырники. Готовим воду рядом и рядом уже подготовленная масса для сырников. Смочили руки водой и хорошенько, плотненько скручиваем в такой вот шарик. Сформировали и положили на уже горячую сковородку, подогретую сковородку. Сырники будут сейчас поджариваться. Сырники будут сейчас поджариваться. где-то на секунду, я сделала чуть побольше газ, чтобы подогреть сковородку, и затем делаю маленький огонь, поджариваем сырники до золотистой корочки, друзья, вот сейчас я вам хочу показать, какая золотистая корочка, я знаю, что она уже есть, но не получается, когда я одной рукой держу камеру, поэтому попросила, чтобы вы подержали камеру, и я переворачиваю, видите, получается вот такая золотистая корочка наших сырников, еще где-то с другой стороны поджариваем минутки 3, тоже до золотистого цвета, и сырники можно будет уже и подавать на стол, я всегда смотрю, ну это где-то примерно 3 минутки, чуть-чуть добавлю больше огня на пару секунд, буквально на пару секунд, и сейчас опять уменьшу, это совсем для того, чтобы чуть побыстрее их поджарить, я люблю, когда сырники имеют прекрасную вот такую золотистую корочку, именно такие я и приготовлю для своих любимых, родных, вот такой вот у нас сегодня утром завтрак, и вкусный, и полезный, и быстрый, поэтому, кто хочет попробовать, рекомендую, они получаются не очень сладкие и как раз вкусные, подаем к столу со сметанкой, выложили на мисочку сырники золотистые, горячие, с пылу, с жару, добавляем туда ложку сметаны, и я еще посыпаю чуточкой сахара, буквально щепотка сахара, кто любит, а кто не любит сладкого, тот берет абсолютно без сахара, я еще люблю сырники с вареньем, я люблю сырники с кофе, с чаем, рекомендую вам, приятного аппетита, друзья, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, приятного вам аппетита, хорошего дня, прекрасного настроения, подписывайтесь, друзья, будем дружить!